Туристы в Индии хотят посетить Варанаси, а те, кто находятся здесь, хотят посмотреть храм Дурги. В этом храме есть кое-что интересное. И связано это с концом мира. В этом храме в пруду находятся два столба. На одном столбе 64 круглые пластины. Конец наступит тогда, когда все круглые пластины переместятся на правый столб. Но есть одно условие. При перемещении большую из пластин нельзя ставить поверх меньшей. И поэтому есть дополнительный столб, который поможет с решением этой задачи. Итак, сколько ходов нужно, чтобы переместить все 64 пластины? Давайте сначала попробуем переместить одну из них. Достаточно одного хода, чтобы перенести одну пластину. А как насчет двух? Одна. Две. Но это противоречит правилам. Большую пластину нельзя ставить поверх меньшей. Одна. Две. Три. Сейчас попробую перенести три пластины. Сколько ходов это у меня займет? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне потребовалось семь ходов, чтобы переместить все три пластины. Одна пластина, один ход. Две пластины, три хода. И семь ходов, чтобы переместить три пластины. Итак, могу ли я узнать ответ только после того, как переставлю все 64 пластины? Я так не думаю. Математика — это поиск правил и формул. Одну пластину за один ход. Две пластины за три хода. Три пластины за семь ходов. Какая закономерность или формула скрыта здесь? Возведите число 2 в степень, равную количеству пластина, затем вычтите единицу. Если мы перемещаем четыре пластины, умножьте четыре двойки и вычтите единицу. Для этого потребуется 15 ходов. Это означает, что для того, чтобы переместить 64 пластины, вы должны умножить 64 двойки, а затем вычесть единицу. Что мы в итоге получим? Ответ — 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча и 615. Если я буду перемещать одну пластину каждую секунду, это займет 584,9 миллиарда лет. Почти 18,5 квинтиллионов перемещений, что занимает 585 миллиардов лет.